Душа болела, что мы сделали в свое время. И когда проезжает, смотрю, она постепенно разрушается. Спустя 35 лет мозаичному панно вернули былую красоту. В течение полугода один из авторов проекта, Владимир Акимов, добивался реставрации объекта. Вести отказ. Достичь результата смог только после личного приема у мэра. На восстановление монументального полотна потребовалось всего 10 дней. Если смальт здесь сохранилось первоначальное состояние, это очень такой долговечный материал, то цементно-бетонные части, на них появились трещины, плесень, грязь. Но с помощью автолюльки все удалось очистить, отмыть. Рельефную часть полотна покрасили. Кстати, панно было создано в 1983 году. Три автора проекта трудились над ним по 12 часов в день, несколько месяцев. На полотне история транспорта. Лошадь, первый автомобиль, современный грузовик. Теперь в Челнах хотят вдохнуть вторую жизнь и другим раритетным объектам. Безусловно, это первый шаг к тому, чтобы сделать ревизию всех вот таких мозаичных панов в городе, а их достаточно много, реставрировать, восстановить. Это тоже определенные меры. История нашего города. И на бульваре энтузиастов есть. Есть и перед стадионом строитель. Ряд общественных зданий, которые сегодня эксплуатируются, тоже имеют вот такие мозаичные панно. Следующий объект, который также требует обновления, это бульвар энтузиастов. После проведения ревизии будет принято решение, необходимо провести капитальный ремонт конструкции или нет. И только после этого уже выполнят реставрацию и вернут белую красоту скульптурам. Пока художники провели только визуальный осмотр скульптур Эльдара Ханова. Так на них и есть трещины в бетоне, смальта обсыпалась. В скором времени будет проведена техническая экспертиза, которая позволит выявить все изъяны. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Челнэй ТВ.